Выстрелил в шею из пистолета ТТ, прокатился на капоте до магазина, пьяные футболисты рухнули с мотоцикла и лихой самокатчик из Слободского. Привет, друзья! Это место происшествия. Мы собрали для вас лучшие видео и новости к этому часу, но кому покажется мало, милости просим к нам в соцсети. У нас есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал. Начнем выпуск с эксклюзивных кадров из Котельнича. Там выстрелом в шею закончился словесный конфликт двух мужчин. У развлекательного центра 36-летний обвиняемый Руслан достал боевой пистолет марки ТТ, подошел к своему обидчику, который сидел в белом БМВ и выстрелил в него. Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения. После конфликта потерпевший сел в свой автомобиль и уехал к другому развлекательному заведению. В один момент к его автомобилю подошел подозреваемый и через водительское стекло произвел выстрел из пистолета, после чего с места происшествия он скрылся. Потерпевший был госпитализирован. После выстрела в упор 48-летний потерпевший получил ранение шеи. За его жизнь сейчас борются врачи. В отношении стрелка следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Сейчас Руслан арестован. Ну а в Кирове, в торговом центре на юго-западе, мама с ребенком в коляске посетила отдел парфюмерии. Видимо, она хотела выбрать подарок для мужа, но денег не было. Дама явно знала про камеру наблюдения, но это ее не смутило. Она спрятала коробку с туалетной водой под одеждой и направилась к выходу. Сотрудники магазина оценили ущерб в 6400 рублей. Написано уже заявление в полицию. Как говорится, опарфюмерилась и опарафинилась. На улице Солнечной сильно пьяный водитель мотоцикла с пассажиром, пытаясь уйти от погони, завалился на бок. Подробности преследования, фиаско, а также интервью с нарушителем смотрите в репортаже Сергея Пичугина. Ночной патруль заметила у кубака пьяных приятелей на мотоцикле. Они пропустили по одной и поехали по городу. Вот байк с двумя экстремалами едет по московской. За ними устремляется патрульная Шкода. А это камера с перекрестка улиц Солнечная и Московская. Видно, как пьяный дует в попытке удрать от полиции, сворачивает на встречную полосу. По словам очевидцев, по прямой байкер развил скорость около 120 км в час. Вот третья камера. Это финиш погони. В районе общежития на улице Солнечный мотоциклист попытался проскочить мимо двух бетонных блоков. Между блоками лежала шина, на которой, как на трамплине, и подлетел лихач. Но приземление оказалось неудачным на бок мотоцикла. Пассажир быстро поднялся, и инспекторы сразу показали ему, куда надо идти. Водитель Максим так же быстро поднялся, только он побежал, но, правда, сразу запнулся и упал. Мужчина уверял, что на мотоцикле не катался. Вечер встреч, как уверяют активисты, скорее всего, проходил в кабаке, а не на футбольном поле. И играли, приятели, не в футбол, а в мотогонке. Поэтому и спрос с Максима, как с водителя. Да, он нарушил все, что мог. По данным ГИБДД, на Максима составили 6 материалов за пьяную езду, без категории А на правах, без страховки, на незарегистрированном байке, за проезд на красный и движение по встречной полосе. Сумма штрафов может составить более 40 тысяч рублей. Ну и еще ему грозит лишение водительского удостоверения категории «Б». Сергей Пичугин, место происшествия. В Кирове полиция устанавливает, почему упал мотоциклист на Слободском тракте. Авария произошла вечером в понедельник. Видеорегистратор зафиксировал момент падения байкера. Вот этот редуктор, ну, это ретонатор посередине, который... Оооо! Чуть по башке ему не проехал. Судя по видео, в падении мотоциклиста виноват водитель красного Hyundai Getz. По словам очевидцев, с места ДТП автомобилист уехал, а 34-летний мужчина на Ямахе получил травмы. Сейчас по факту аварии идет проверка. А на перекрестке улиц Ленина и Тимирязева два веселых пешехода спешили за покупками в магазин. Правда, один мужчина, а тот, что поумнее, остался ждать зеленый сигнал светофора. А второй без царя в голове побежал на красный. Итог предсказуем. Нарушителя сбили и немного прокатили на капоте. Как говорится, хотел в магазин, а оказался в скорой. Сегодня в 10.30 на южном обходе Кирова Лосиха внезапно вышла на дорогу. И у водителя Getz не было шансов среагировать. Он на высокой скорости сбил животное от удара. Оно отлетело через отбойник на встречную полосу. Судя по видео, беременная самка и ее неродившийся детеныш погибли на месте. Также стало известно, что пострадали в ДТП водитель и его пассажирка. Мощный удар произошел и на перекрестке Октябрьского проспекта и улице Милицейской в Кирове столкнулись три автомобиля. А момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что водитель Kia, который ехал по Октябрьскому проспекту, планировал проскочить перекресток на желтый сигнал светофора, но судя по кадрам, выехал уже на красный. Первый удар произошел с Приорой, потом вероятный виновник ДТП зацепил еще одну легковушку. По данным ГИБДД пострадавших в этой аварии нет. Ну а теперь об аварии с погибшим в поселке Костино на Прудном переулке. Женщина-водитель Kia Rio насмерть сбила 51-летнего мужчину. Больше информации об этой и других авариях за сутки в нашем обзоре. ДТП произошло 24 апреля в 20 часов 40 минут напротив дома номер 6 по Прудному переулку. По предварительным данным, 35-летняя автоледи на Kia Rio наехала на 51-летнего мужчину. Как уточнили в ГИБДД, пешеход находился на дороге без цели перехода. От полученных травм он скончался. В Вязких полянах ДТП устроил пьяный водитель Ниссана Альмира. По предварительным данным, 54-летний мужчина не справился с управлением. Съехал с дороги и сбил 26-летнюю девушку. Пострадавшей пришлось обратиться за помощью медиков. Участник ДТП на улице Производственной разыскивает свидетелей и запись с видеорегистратора, который снял момент столкновения. По предварительным данным, 24 апреля в 7.45 утра в районе дома номер 10 в аварию попали попутные Kia Ceed и Renault Logan. В ДТП пострадавших нет, но есть разногласия участников. Тем, кто может разрешить спор водителей, просьба звонить по телефону, указанному на экране. Сергей Пичугин, место происшествия. Ну а теперь всеми любимый топ народных видео. Испугался машины с камерой и едва не попал в аварию юный самокатчик в Слободском. Парень в последний момент увидел автомобиль, попытался уйти от столкновения и в итоге упал. Самокатчик, учи ПДД, а то попадешь в ДТП. А на улице Московской водитель Гранты шустро по встречной полосе объехал затор перед светофором. Если бы автор видео успел набрать скорость, Лихач наверняка врезался бы во встречного мотоциклиста. По словам очевидцев, после такого маневра нарушитель не успокоился. А что называется, собрал все красные. На улице Ленина водитель патрульного автомобиля перепутал сигналы светофоров и поехал на зеленый для пешеходов. Интересно, придет ли ему письмо счастья? И на этом у нас все. С вас подписка и лайк, с нас еще больше интересных видео, роликов, новостей. Кстати, по этому номеру и почте вы можете нам прислать свои видео. Будьте внимательны и осторожны, берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин